Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». Вопрос. 2320. Десятый том. «Почему Бог допускает такое сильное противостояние Ислама Евангелию, в результате чего навеки гибнут миллионы людей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Второзаконие, 29-й, я глава, 29-й стих. Сокрытые принадлежит Господу Богу нашему, а открытые нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Этот же вопрос задавали пророки об Израиле, оказывавшемся в окружении злых язычников, и их безумные учения изничтожали веру отцов. Для того, чтобы было на ком где показать твое благочестие, чтобы было место борьбы. А те, кто соблазнен злым учением, они и без этого Ислама пали бы, как Адам в раю. Так толкует и Златоуст. Второзаконие, 32-я глава, 21-й стих. «Они раздражали меня не Богом, суетным своими огорчили меня, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Судья, 3-я глава, 1-й, 4-й стих. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израилетян. Они были оставлены, чтобы искушать ими израилетян, и узнать, повинуются ли они заповедню Господню, которого Он заповедовал отцам их через Моисея». И все же, главная вина за возникновение Ислама на монахах. На этом Атеевагельском учении прятаться в пустыне от людей. На шесть столетий, возникнув раньше Ислама, христианство в этих арабских странах совершенно ничего не сделало, чтобы проповеди о Христе тех людей обратить от многобожья к истинному Богу Иякове. И потому на это место пришел Магомед. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества Прославное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. А. Исидоров. Москва. Паловник. 542-я страница. 6 тысяч экземпляров. Страница 524. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свои поприща без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Стих. Дыра космическая, черная, но где? Ее начало-вход. Да есть ли? Гиена, что сумели приглядеть. Яд кромешный может с нею вместе. Развеселился черный континент, в прикуску с терроризмом и со спидом, непойманных убийств кровавый стенд, за ними черный шлев убитых в списке, и как не быть зияющей дыре, и вот и тот тартар суждено им провалиться. А если глубже в корень посмотреть, у всех безбожников чернее сожелиться. Грех наслоениями сотни лет не смытый, за осуждение прозванные убийцы, во сне на совесть волочит на пытку, и наяву расплата часто снится. У траура одежда черноты, где нет надежды на Христову милость, не могут белыми быть под землей кроты, чья зависть черная змеей гремучей свилость. Кто принял искупление в Иисусе, во всем доверился Писанию и Иеговы, к нему Господь придет и ужин вкусит, соделает богатым и здоровым. Одежда засияет белизной, белее снега всем на удивление, в Христовом винограднике не опаляет зной, улыбкой засиял вчерашний пленник. На белом так отчетливо видны, малейшие погрешности обиды, когда в молитве, в тишине одни, невидимые всем, тебе так ясно видно. Вострепетала бездна, пропуская очередную жертву черных дней, не пропустите светлый день пасхальный, жизнь без Христа нет ничего черней. 2004 год. Игнатий Тихноч-Лапкин.